Че, в такое место зайдем? Ух, уже развернул, хотя он превратился уже в тряпочку. Завернулись с маршрута. Ух, как я люблю такое. Вот че! Нирт, лавровый лист, мелиса. Ну вот и закончился наш поход. А это мельница. Старая, очень старая, заброшенная, реконструированная, конечно. А нам вон туда. Че, в такое место зайдем? Уже. Сегодня мы отправились в поход. Заказали, вернее, поход. И, как обычно, куда дойдем, не знаю. Как обычно, всегда какой-то экспириенс, всегда что-то необычное, интересное. Можем дойти, там, до одной точки, может быть, до другой. Смотрите. Сегодня у нас 4 января 2023 года уже. Всех с наступившим, с наступающими праздниками. Всегда благословище вам каждый божий день. Здоровья. Ну и наполняйте себя каждый божий день здоровьем, счастьем, любовью. Ну и, конечно, занимайтесь активным образом жизни. А мы идем дальше. Немножко прохладненько. Но когда двигаешься, тогда тепло. Я даже сегодня с палочками. Палочки, кстати, у меня, видите, беленькие такие. Это не просто беленькие, это светоотражающие. На тот случай, если вечером идешь, и уже поздно, фара светит, ну, вдоль дороги, если вдруг идешь, то палочки видно, как они мелькают. Главное, чтобы не ноги потом мелькали. Природа еще не проснулась. Еще вам все в инее. Лучая походница. Своим рюкзаком ярким, чтобы было видно, со светоотражающими лентами сверху и по бокам. Вся светится. Все классно, как у нас, смотрите, паутинка. Видно, нет? И паучок сидит. Не видно. Мирт, пожалуйста. Ягоды очень полезные. Хоть тропа и маркированная, но справа-влево много всяких ответвлений. Поэтому лучше, конечно, пользоваться картой. Вот. Какую рекомендую? Рекомендую карту Maps.me. Вот. Ну, если не знаете, как читаются знаки, маркировка горная, а лучше, конечно, ходить с гидом, чтобы знать точно, куда ты, когда, во сколько придешь, чтобы потом ночью не искали. Баф, он чем хорош? Взял, снял, развернул, хотя он превратился уже в тряпочку. В шиши на дерево наткнулись. Вот такие ягоды. Называется земляничное дерево. Представляете? О, там домик. Нет. Нет. Это если есть повори, туда вниз идти. Ресторан. Ну, вот итог. Почти пять километров за ровно два часа с двумя небольшими привалами. Примерно по десять минут. Сейчас спускаемся обратно. Кот обладец, мой молодцы. Че сожгли? Жирок. Кстати, на этой тропе всегда очень много кабанчиков ходит. Поэтому всегда нужно смотреть, кто копался, чьи следы есть. Так сказать, читать природу надо. Ну, и знать ее законы. Когда выходишь на дорогу, тоже должен знать законы города. Где переходить улицу, как переходить. Так и в природе. Вернулись на шуту. Ух, как я люблю такое. Гучи, быстро сюда. Жопа. Ну, вот так я и думаю, что мы придем к какому-нибудь пляжику, где можно будет искупаться. Че вы думаете? А это уже купается вовсю. Да? Парасенок, а? Назад иди. Обойди. Ну, ты, Гуча, свинтус. Не свинтус, да? А мне кажется, что свинтус, самый натуральный. Че, купаться? Гучи. Ать, молодец. Молодец, шванька. Фу, тропинка-то опасная. Куча, вперед! Ну, вот и закончился наш поход. Че-то темно. Закончился наш поход. Сейчас мы раскладываем добычу. Наша мирт. Лавровый лист. Мелисса или мята. Вот. Собственно, наши травы, которые мы сегодня собрали. Очень полезные для здоровья. Присоединяйтесь к авторским турам, авторским походам, неизбываемым экскурсиям по необычной Черногории. Все на высшем уровне, и главное, безопасно. На этом я с вами прощаюсь. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok